Всем привет! Меня зовут Инесса. Добро пожаловать на мой канал! Сегодня я вот предстою в таком новом виде перед вами. Это моя новая прическа, которую я обновила буквально совсем недавно. Постригла себе сама. Челку я точно так же сделала сама. Ну, где-то, если даже есть неровности, то ничего страшного, они меня устраивают. Почему я решилась на такой смелый шаг изменить свою прическу? Дело в том, что в Тунисе просто нереальная влажность, нереальная жара. Что просто устаешь иметь длинную-длину волос. Потому что постоянно приходится все это собирать вот сюда, вот наверх на затылок. Постоянно все надо вот это убирать. И это настолько, если честно, матывает, что я очень долго думала, чтобы пойти и вот обстричь эти волосы. Но я, конечно же, понимала, что это красиво. И плюс так, и так как я фанатка индийских кино, в индийских фильмах всегда есть красавицы с длинными, роскошными волосами. Поэтому меня это как-то немножко всегда останавливало. Потому что, ну, я себя как-то так немножко подхваливала. Потому что, ну, у меня такие красивые вот волосы, там мои близкие, мои друзья. Всем это нравится. Ну, и когда я, конечно же, решилась на такой шаг, чтобы обстричь их, то мою семью, конечно, это подвергло немножко в шок. Моя свекровь буквально, просто чуть ли не скрипя зубами, говорила, «О, зачем ты это сделала? Зачем ты это сделала?» А сейчас то, что у меня еще и челка, то она вообще, ну, для них это непривычно видеть меня в новом образе. Для нее это просто легкий шок. Сейчас, когда она постоянно видит меня, она всегда мне говорит, «Пожалуйста, не стригим ваши волосы! Пожалуйста, не стригим ваши волосы!» Конечно, для меня это немножко коротковатая длина. Мне бы хотелось чуть-чуть бы подлиннее. Но, тем не менее, у меня очень хорошо и быстро растут волосы. Поэтому я думаю, что, ну, совсем не за горами, через годика-два-три у меня точно так же будет моя прежняя длинная длина волос. Насчет ухода по волосам, то я пользуюсь обычными шампунями, кондиционерами. Маски для волос я очень давным-давно не делала. Но, тем не менее, меня устраивает состояние моих волос, так как это у меня мой натуральный цвет. Но, в принципе, мне особо не приходится как-то заморачиваться, чтобы поддерживать здоровое состояние волос. В моей жизни было очень много экспериментов с волосами. Я очень много раз красилась тониками, краской. Я была и блондинкой, и брюнеткой с черными волосами. У меня челка была всегда разных видов, и была вот такая вот треугольная челка, и наискось была челка. И всегда у меня здесь был такой вот объем. Как-то моя длинная длина волос, ну, как-то мне немножко, может быть, уже наскучила. Ну, и мне захотелось каких-то изменений, каких-то перемен. Еще говорят то, что, ну, волосы, они накапливают информацию. Поэтому считается, что для женщин лучше покрывать голову, так как, ну, плохие мысли, плохая информация, направленная в сторону женщины, ну, как бы ее не коснется. Я слышала где-то такое поверье. Если вы такое слышали, либо знаете, то напишите мне об этом в комментариях. Желаю вам точно так же экспериментировать, не бояться новых экспериментов, переменов, так как перемены всегда ведут к чему-то новому, к чему-то лучшему. Если вам понравилась моя новая прическа, то поддержите меня лайками. Посмотрю, сколько людям понравилась моя новая прическа. Если она вам не понравилась, то давайте поставим дизлайки. Спасибо, что досмотрели это видео до конца. Всем хорошего дня, всем хорошего настроения, и всем пока-пока! Субтитры сделал DimaTorzok